Но вот тут проходит несколько лет, в Турции открывают парк имени Дудаева, имени того человека, которым восхищался вчера Кадыров, именем того человека, который был лидером у тех, про кого Кадыров говорит, что они боролись за правду, называет их борцами за правду. Как вы знаете, на прошлой неделе в Турции был открыт парк имени Джохара Дудаева. И вот на этой неделе эта история получила продолжение уже в Чечне. Кадыров сначала опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале. Кадыров пишет. Получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной. А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборище и мероприятия по переименованию парков именами террористов, вот до этого момента я еще как-то понимал Кадырова, когда он это писал, я понимал, чем он руководствуется, пока вот он не упомянул этот парк, переименование этого парка. При частных гибели тысяч мирных граждан мы оставляем за собой право на ответные действия, говорит Кадыров. Здесь, как вы понимаете, парк переименован именем Джохара Дудаева, то есть Кадыров называет террористом Джохара Дудаева, здесь он открыто говорит, да, мероприятие по переименованию парков именами террористов. Чтобы убедиться в том, что он действительно имеет в виду, что Дудаев является террористом, я даже пересмотрел его совещание, организованное со всеми, с этой его свитой, и там он повторил эту мысль, давайте послушаем. После этого высказывания, конечно, Турцию постигли величайшие потрясения. Мы все не могли понять, почему в Турции такие проблемы с экономикой, почему лира так сильно падает в отношении доллара, оказывается, это все из-за вот этих высказываний Кадырова, это он лихорадит Турцию. Ладно, но если серьезно говорить об этой теме, то почему я обратил внимание на высказывания Кадырова по поводу Дудаева? Я не скажу, что меня это удивило, потому что вряд ли что-то Кадыров может сделать, что меня удивит, уже все, чем можно было удивить, он уже это сделал. Но дело в том, что про Дудаева у Кадырова буквально несколько лет назад были совершенно другие высказывания, он не называл его террористом, а наоборот называл его выдающимся человеком. Давайте послушаем, как про него говорил Кадыров. Цель президента у Дудаева, он так говорит, что в душе я до сих пор уважаю, потому что он был великим человеком. В свое время, где он служил, он получил все высшие награды Советского Союза. Орден Лелин бескачал, он был действительно великим человеком, но мы его подставили. И вот правильно, найди общий язык с народом. А, мы покажем, давай, азу, шутарю, чудак, выкинуш. То есть, Дудаев у него был выдающимся человеком, орденоносцем, забравшим всевозможные награды. Он им восхищается открыто. Это происходит вот несколько лет назад. Кадыров здесь с бородой, учитывая, что он бороду отпустил только в конце 2015-го. То есть, это вот события вчерашние, это никогда не в молодости, Кадыров делает эти высказывания. Сейчас это происходит. И давайте еще посмотрим, как он вообще, в принципе, оценивает борьбу, которая была в первую Российско-Чеченскую войну. Так как это очень важно разделять. Дудаев, он погиб во время первой Российско-Чеченской войны. И тогда вообще у нас какой-то речи о терроризме идти не может. Так как даже отец самого Кадырова на тот момент является муфтием у этого самого Дудаева, которого сейчас Кадыров называет террористом. Вот послушайте, как Кадыров оценивает саму эту борьбу, нашу борьбу в первую войну. Бок-Ок-Юш, он говорит, боролись за правду. То есть этих людей, Дудаева и тех, кто боролись, воевали с Россией под предводительством Дудаева, он их всех считает, тогда, несколько лет назад, он их считает хорошими, положительными героями. И говорит, что они являются борцами за правду, они боролись за правду. Но вот тут проходит несколько лет, в Турции открывают парк имени Дудаева, имени того человека, которым восхищался вчера Кадыров. И вот, именем того человека, который был лидером у тех, про кого Кадыров говорит, что они боролись за правду, называют их борцами за правду. Они там открывают парк, в честь него называют его, в честь Дудаева. И здесь что-то ломается в системе Кадырова, в его мире что-то ломается, он начинает открыто угрожать Эрдогану тем, что в ответ на это недружелюбное действие с точки зрения Кадырова, он, значит, в Чечне откроет парки, улицы, школы, имена, назовет их именами предводителя этой курдской партии, признанной в Турции террористической, которая сейчас сидит в турецкой тюрьме, пожизненный срок ему дали. И также именем Гюлена, который является противником Эрдогана, и Эрдоган обвиняет именно его в неудавшемся госперевороте 2016 года. Я еще раз повторю, меня, конечно, не удивляет подобное переобувание на лету у Кадырова, я не первый раз это наблюдаю, для меня это, в принципе, все понятно. Но на это нужно обращать внимание, на это лицемерие, на двойные стандарты, на то, как Кадыров мечется из стороны в сторону, как он пытается угодить и тем, и этим, на это нужно обращать внимание. Конечно же, то, что он угрожает Эрдогану, если он действительно эти угрозы осуществит и назовет у нас в Чечне какие-то улицы и парки, школы, именами этих людей, противников турецкой власти, то нанесет ли он тем самым какой-либо вред Эрдогану? Ну, конечно, нет. Отношения с турецкими властями у него и так, как мы видим, не очень хорошие. Кадырова никогда не воспринимали в Турции как лидера чеченцев, как лидера Чечни, его никогда не воспринимали. У турецкой власти было очень правильное отношение к этому человеку, как к российскому наместнику, как к российской марионетке. И они всегда это показывали, указывали свое место Кадырову. И это его очень сильно обижало и обижает, так как в арабских, персидских этих монархиях его встречают как чеченского лидера, ему оказывают сяческое почтение, а в Турции такое демонстративное, унизительное отношение к нему. Поэтому Кадыров, будучи и так недовольным, обиженным, сейчас решил отыграться, но, как мы видим, отыгрался очень неудачно, в противоречии самому себе. Я скажу, что нам, чеченцам, это будет выгодно, если Кадыров действительно назовет там улицы в честь противников турецкой власти, турецкого государства. Нам, чеченцам, нормальным чеченцам, чеченцам, которые занимают правильную позицию, это будет только выгодно, так как это ухудшит еще больше отношение к Кадырову в Турции, а значит отношение к нам будет еще лучше. И наши братья-сестры, которые живут сегодня в Турции, они будут чувствовать себя еще лучше, чем до сих пор. Поэтому, в принципе, для нас в этом вопросе нет никаких проблем. Для нас было бы проблемно, если бы началось какое-то потепление в отношениях Турции и Кадырова. Вот тогда нам бы стоило беспокоиться. Если бы мы увидели какое-то сближение, если бы мы увидели, что Кадырова стали воспринимать как персону для ведения каких-то переговоров, если бы он стал рукопожатным для турецких лидеров, хотя бы на уровне министров, то вот в этом случае мы должны были бы переживать. А то, что отношения у них ухудшаются, абсолютно здесь нет ничего для нашего переживания. Мы, наоборот, должны радоваться и только озлорадствовать и всячески способствовать тому, чтобы это отношение к Кадырову только ухудшалось со стороны турецкой власти, которая в данное время является для нас союзником и она для нас дружелюбна. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.